Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, следим за событиями, анализируем фундаментальный фон, публикуемую статистику, оцениваем то, как эта новостная картина влияет на наши инвестиционные идеи, разбираем обычно классический набор инструментов. Если что-то интересное на рынке происходит, я стараюсь, опять же, добавлять эти интересности в наш обзор. Вот сегодня я, с вашего позволения, сделаю акцент, который сейчас как новый тренд для рынка криптовалют на фоне того давления, которое, в принципе, наблюдается в отношении основного костика этих инструментов, начиная с биткоин, эфир и, соответственно, прочий пол наиболее ликвидных инструментов. И тот прессинг, который, в принципе, на них идет с выходных. Остановимся мы подробнее, потому что у меня есть что рассказать по, опять же, фундаментальным событиям в качестве провокатора вот этих движений. И есть необходимость сейчас сделать акцент на то, что этот фундамент может стать долгоиграющим. И не только локально, собственно, привести, хотя он уже привел к нисходящей динамике, но, может быть, даже усилить ее на какой-то период времени, до тех пор, пока на рынке не появится позитив, который отчасти осможет хотя бы компенсировать негатив, о котором мы, собственно, поговорим. В понеделье, как вы помните, был выходной день в США, день труда. Соответственно, те релизы, на которые мы классически с вами ориентируемся, в хронологии, в повестке, в дне, вот, начинаем мы с нефтянки, поэтому статистика у нас от Американского института нефти и запасы нефти уже от администрации на исчезную информацию, отчеты вторника и среды. Понимаете то, что едут ровно на сутки, а сегодня мы с вами не сможем, собственно, насладиться статистикой от Американского института нефти. Она будет чуть позже. Рынок нефти сегодня обещает показать более динамичные движения. Нет, ну понятно почему, потому что на рынке уже присутствуют все игроки, которые хотят продолжать спекуляции на нефтянки по факту прежнего фундамента. Плюс ко всему, мы продолжаем готовиться к заседанию Европейского центрального банка. Это событие четверга, мощнейший релиз и инфоповод для европейского валютного актива, потому что мы будем наблюдать за пересмотром процентных оставок, которые, как и всегда, собственно, без сомнения останутся на тех же самых уровнях, что и раньше. Но нас традиционно интересует выступление Драги, которое, безусловно, будет говорить о перспективах денежно-корректной политики. И если он не даст прямых заявлений о том, что будет со ставками из программы QE, Дальше то корреспонденты, которые присутствуют, соответственно, на этой встрече, вытянут из него то, что хочется услышать всему рынку, поэтому отмалчиваться уже сейчас точно не удастся. Придется сказать то, что, в принципе, нужно сейчас говорить европейскому регулятору, который обязан вмешаться в текущую ситуацию в рамках мандата и что-то сделать с курсом, который выходит уже из-под контроля и снова находится в непосредственной близости от отметки 1.20. Про евро мы будем говорить и сегодня, и завтра, и в четверг еще до заседания ИЦБ, потому что очень хочется выжать по максимуму из этого фундамента. Я надеюсь, что нам это отчасти удастся сделать. Что касается нефтянки. Как вы понимаете, что-то интересного сейчас на рынке не происходит, потому что мы обсуждали с вами тропический шторм, ураган четвертого уровня, стихийные бедствия в Мексиканском заливе. Мы обсуждали, как Харви повлиял на объемы добычи нефти США, точнее, можно сказать, что на объемы добычи, собственно, он никак не повлиял, а вот на объемы переработки нефти – да. Анализировали, сколько производственных мощностей было выведено из строя, как это может сказаться на статистике по запасам. Теперь хватит этого анализа, нужно получить уже конкретные цифры. В прошлой неделе она, собственно, не поспособствовала для усиления продаж, потому что, возможно, она еще не отражала последствия тропического шторма, о котором мы говорили. В этот раз уже нельзя будет говорить, если статистика нас подведет, о том, что еще не время. Вот как раз время пришло, чтобы запасы нефти начали активно расти, а запасы бензина снижаться. И, собственно, в четверг, когда будет опубликован отчет от администрации и аналитической информации, мы будем искать поддержку для нашей короткой позиции этап. Да, я прекрасно понимаю то, что на рынке сейчас есть оптимисты, которые цепляются за комментарии многих, опять же, компаний, сделанных еще в минувшую пятницу о том, что на ликвидацию последствий понадобится меньше времени, то, что инфраструктуру удастся быстро восстановить и наладить прежние объемы выработки. Но, как ни ко мне, друзья, 20% вычленного, скажем, из производства и переработки нефти ресурсов на, по сути, две недели действительно не могли не сказаться на запасах. Поэтому ждем за статистикой, смотрим параллельно за тем, что происходит с долларом, потому что доллар у нас тоже локальный фактор влияния на котировки нефти. Ну и, разумеется, как и всегда, если что-то интересное будет по факту, опять же, энергетического пакта, соглашение, которое продолжает действовать, я об этом расскажу. Вот, кстати, чтобы далеко не отходить от факта, вчера лично мне удалось натолкнуться на комментарии, которые были сделаны тоже одним из представителей ближнего восточного картеля ОПЕК, о том, что процент выполнения договоренности в прошлом месяце увеличился. Ну, что-то мне не верится, друзья, то, что это действительно так. Может быть, в отдельных регионах смогли, опять же, выйти выше показателя в 90% по исполнению код и обязательства. Но это только лишь предположение на нужды цифры. И поскольку мы с вами начали, собственно, начало месяца, мы с вами в первых числах осентября, у нас, как и всегда, целый блок статистики крайне интересный для нефтянки. Это прогнозы и Международного энергетического агентства, это прогнозы по объемам добычи администрации энергетической информации, то есть сланцевых производителей США на ближайшие периоды. И это классический доклад ОПЕК о том, сколько нефти было добыто, сколько нефти экспортировалось, и есть ли еще надежды со стороны стран Ближнего Востока на вот этот энергетический пакт. Либо все-таки Костяк уже начинает замышлять о том, чтобы на ноябрьскую встречу поехать с четкой позиции, настоять, точнее даже сказать, отстоять позиции того, что сворачивать нужно этот пакт, потому что он не работает. Это все новости. Ближайшие даже не недели, а дни. Соответственно, в первую декаду мы должны проанализировать весь этот фундамент. Как только эти новости станут доступными для всеобщего анализа, я попробую быстренько отплатить с рынка и рассказать вам обо всем интересном. Ну, перевея, конечно же, меня реакция будет на самом нефтяном активе по бренду WTI. Мы топчемся около верхней границы канала консолидации, 52,5 доллара за баррель. Надеюсь, что у нас будет, как и раньше, больше шансов говорить о том, что эта верхняя граница так и останется. Лишь границы, а не уровнем, который некогда был сопротивлением и стал поддержкой. Мы ориентируемся на смежение бренда в район 50 долларов за баррель и ставим на то, что именно этот сценарий будет реализован. Рубль 57,80 и 58 уже видели. Российская валюта прекрасно понимает, что все фундаментальные факторы и причины, которые сейчас только стоит вообще говорить, обсуждать и анализировать, это все факторы, которые указывают на то, что рубль должен слабить. Вот вчера мне довелось комментировать на Business FM новости о том, что планируется объединить резервный фонд в фонд национального благосостояния, потому что в резервном фоне денег все меньше, не помню точно по цифрам, но я думаю, что даже не будет ошибкой, если скажу, что уже меньше 1 триллиона рублей. Соответственно, фонд национального благосостояния там побольше, около 4,5, то есть объединяемых получается у 5,5-6 триллионов. Для покрытия дефицита бюджета на какой-то период достаточно, на какой период не больше, чем на 2-3 года, друзья. И, собственно, комментарий был вызван чем? Вот обещанный, опять же, Путином темп экономического восстановления России в 2%. На основании чего берется, опять же, берутся такие прогнозы, учитывая то, что денег в бюджете все меньше, дыры становятся все крупнее, залатывать их все труднее, цены на нефть находятся на низких уровнях, не на тех значениях, когда можно рассчитывать на прежнее пополнение старых добрых кормушек, о которых я говорил. При этом выборы тоже уже на носу. Выборы, которые изначально традиционно для поддержки интереса электората к определенным кандидатам на них, будут связаны с тем, что сейчас начнут поднимать снова незарпные платы социальным категориям граждан и, якобы, улучшать настроение. За счет чего-то это непременно будут делать. Роза, заработный клад будет осуществляться на фоне прежних проблем с бюджетом и тех трудностей с емкостью российских запасников, о которых я вам сказал. Поэтому, ну, уверен, что вы сами можете сделать правильный вывод на основании чего сейчас рубль растет. Я не хочу сейчас в дебри уходить в политику, но, наверное, вы сами уже догадались, что факт приближения, собственно, этих выборов, это, пожалуй, может быть, даже единственное, чем сейчас можно оправдать, то, что рубль все еще держится на каких-то более-менее адекватных значениях, а не котируется на справедливых уровнях, на которых он мог выйти с учетом текущих цен на нефть и реальных проблем, с которыми сталкивается российская экономика. Поэтому, друзья, если вас интересует хорошая сделка, если вы согласны с тем, что российской экономике, будучи завязанной на оценках на энергионосители и российскому валютному активу, который стоит за российской экономикой, придет, собственно, двигаться в унисон с потенциальной слабостью нефти, ну, вы тоже должны уже обозначать уровни в эвальвации выше 60. И, наверное, так и делайте. Евро против доллара начали мы неделю с локального небольшого роста. Я думаю, друзья, то, что если мы положили уже в основу той восходящей динамики по евро, которой нам удавались, геополитические риски, собственно, уход трейдеров, нежелание рисковать, уход в защиту, ну, опять же, я объяснял, не помню даже на брифинге или на, все-таки, вебинаре, почему европейская валюта, несмотря на то, что является главным рисковым инструментом, сейчас пользуется такой поддержкой. Почему на фоне нежелания рисковать риск растет, ну, в данном случае, евро? Не забывайте про старые добрые статусы. Евро как валюты фондирования за крайне низких процентных ставок. Это единственная причина, почему евро сейчас на коне. Евро растет, потому что отыгрывает локальную слабость доллара, доллар слабеет, потому что побаивается расти тогда, когда есть более, скажем, интересный кандидат на рынке, и тем более в соперничестве с ним, это японская валюта. Почему иена растет в периоды геополитической нестабильности, мы тоже разбирали, говорили о статусе Японии как ключевого мирового кредитора. И что происходит с понятиями репатриации капитала, когда возникают такие вещи, как испытания водородных бомб и возможности разработки и готовность проводить их дальше, работу над ядерным оружием. Сейчас трейдеры следят, да и не только трейдерами, вся мировая общественность за заседанием Совета безопасности ООН, где могут и ввести новые санкции, ну, хоть какое давление, показать, на Северную Корею, потому что Северная Корея отбилась от рук и реально ведет себя не как часть мировой экономики, а как провокатор, который считается с идеей того, что лучше жить, опять же, с ролью дестабилизатора глобального экономического порядка. Ну, наверное, как мы отмечали, где-то есть уровень, скажем, пороха, точка кипения, уровень, заметим, с которым считается и Северная Корея, и вот этот уровень он пройдет не будет. Локально для рынка это, конечно же, волнительные моменты, когда речь заходит о таких событиях, как мы только что описали, но это только лишь косочные факторы поддержки, но с ними тоже нужно осчитаться факторами поддержки для защиты инструментов. Чтобы далеко не отходить, опять же, от европейской валюты, я считаю то, что ситуация, развернувшаяся в плане роста евро, может сохраниться еще какое-то время, ну, по крайней мере, до четверга. Потому что сейчас трейдеры будут больше обращать внимание на тот фундамент, который у всех на слуху, и начнут активно спекулировать на изменениях монетарной политики Европейского Центрального Банка, ну, в лучшем случае, со второй половиной торговой сессии среды, а в лучшем случае непосредственно перед самим, с свиданием в четверг. Поэтому, друзья, сегодня я тоже предлагаю вам поддержать пока длинные позиции, по евро это только косочные идеи. Эти позиции мы с вами прикроем перед четвергом, потому что в четверг будем настраиваться на то, что Европейский Центральный Банк скажет о монетарной политике. А что он скажет? У нас есть уже основания. Через последний комментарий Блумберга о том, что ЕЦБ не готов предложить план сворачивания программы QE. У нас есть заявление Ивальда Наводной, который отметил то, что целесообразно сохранить мягкую экономическую политику до достижения инфляции целей в 2%. У нас есть отсчет даже. Индекс цен производителей, который вышел вчера, это один из компонентов, который предваряет и предвосхищает будущие показатели по индексу потребительских цен. К годовому выражению у нас пад с 2,4% до 2%. Полагаю, что эта статистика в ходе вкупе со прошлыми слабыми данными по инфляции может стать причиной пересмотра прогноза по росту инфляции до конца этого года и на 2018 год. Эти прогнозы должны быть пересмотрены еще из-за крайне высокого обменного курса евро, который также оказывает давление по инфляции. И, конечно же, видя все то, что происходит с индексом потребительских цен и понимая то, что главный мандат ЕЦБ – это решить проблему с инфляцией, то есть Европейский Центральный Банк не может оправдать ужесточение политики только потому, что экономика восстанавливается в целом. Это неправильно, потому что ЕЦБ обязан решить проблему с инфляцией. И если все будет так, как должно быть, если Европейский Центральный Банк не притумывает и не откажется от той политики, которую мы продолжали несколько лет подряд, то четверг может стать разгрузочным для главного валютного риска и, соответственно, евро уже поменяется с долларом ролями. Доллар станет растущим активом европейской валюты в числе аутсайта. Вот на эту коррекцию мы с вами как раз и рассчитываем, но не сегодня. Сегодня рынком, судя по давлению, которое оказано на доллар, правят по-прежнему опасения, связанные с геополитикой. Поэтому давайте пока будем уважать этот новостной фон, не будем стараться его пересилить и, ставя на рост евро, будем также делать акцент на слабости американского доллара. По американцу сказать пока что нечем. У нас достаточно фундаментальной поддержки. Мы даже смирились с тем фактом, что слабые данные по нон-фарм-фэрлсу были компенсированы тут же сообщениями и комментариями о предстоящей реализации налоговой реформы и лучшим за последние 6 дней значения индекса производственной активности АИСМ. На этой неделе у нас, кстати, активность в сфере высловок. На нее мы тоже делаем и взлагаем большие надежды, чтобы еще больше уточнить наши ожидания того, что американский регулятор все-таки пойдет на ужесточение монетарной политики, до конца 2017 года. По доллару сегодня против иены ставим на дальнейшее снижение, но готовимся развернуться ближе к четвергу. Фунт против американца. Вчера вышли данные по индексу активности в строительном секторе. Собственно, статистика стала еще одним аргументом, почему фунт нужно продавать. 51,1 с 51,9. Это слабости сектора, который имеет ничтожное значение в вклад в показатели ВВП. А вот сегодня в, собственно, 11.30, то есть уже через час 45, выйдет отчет по активности, деловой активности в сфере услуг. Это уже самый важный релиз, на который стоит обращать внимание сейчас по Англии после экономического роста и после инфляции. В частности, активность в сфере услуг – это генератор больше 80% экономического восстановления. Поэтому сегодня, в зависимости от того, какие мы цифры увидим, такая и будет реакция. Но я все-таки склоняюсь к пользу того, что сфера услуга просела. Она не могла долгое время, опять же, сдерживать то давление, которое идет со стороны низкой активности потребителей из-за высокой инфляции. Поэтому в случае слабости сегодняшнего индикатора мы будем наблюдать еще больше, трясет на дейтацию. Ну и даже, друзья, если сегодня по статистике удастся пункту снова подобраться к отметке 1.30, сейчас пункт торгуется на уровне 1.29, 1.26, ни в коем случае не торопитесь с покупками и с настроем на то, что пара улетит выше от 1.30. Этот уровень пока что не приступен, и основной, скажем, негатив, самый полноценный, черная туча, которая остается над британцем – это политические риски. Вчерашние заявления Терезы Мэй огласят то, что какой-либо прогресс, если удастся достигнуть, он будет только не раньше октября. Пожалуйста, еще два месяца неопределенности, которые вряд ли будут способствовать покупкам британцам. Золото коснулось годового максимума, опять же, на том самом фундаменте, который стал причиной спроса на защиту от испытания водородной бомбы в Северной Корее. Если золото, опять же, сейчас падка на все эти геополитические риски, золото также реагирует на то, что происходит с долларом. Пока что и слабость доллара тоже на лапу, опять же, покупателям этого представителя драгоценных металлов, но ситуация может измениться уже в четверг, когда мы будем настраиваться на ослабление евро и на поддержку для доллара. Поэтому, если вас интересует рынок драгоценных металлов, я думаю, то, что развороты по этому активу тоже уже совсем рядышком. У Австралии с против доллара ставка оставлена на прежнем уровне в полтора процента, собственно, как мы с вами предполагали, реакция тут же снижения, но символичная, около 20 пунктов, по-моему, в моменте. Но это снижение может быть усилено, потому что сегодня у нас в 12.10 выступление главы Резервного банка Австралии Филиппа Лоуэ, который, безусловно, будет комментировать это решение. Хотя уже по справедному заявлению ясно то, что Резервный банк Австралии склонен к тому, чтобы сохранить политику дальше мягкой, потому что высокий обменный курс будет подрывать экономическое восстановление и влиять на стабильность цен, то есть влиять на инфляцию. Если говорить про текущую ставку, то она полностью соответствует тем ожиданиям, которые сейчас присутствуют по инвесу потребительских цен и экономическому росту. Я думаю, что даже повторить вот эти комментарии, вот эти формулировки Филиппа Лоуэ может стать причиной для еще большего снижения австралийца. Даже если австралийца вырастет по факту его выступления, не забывайте, что с отметки 0.8 у вас должен сработать, скажем, мотиватор какой-то для того, чтобы провести сделку на коррекцию с этой планки и на ослабление, потому что преодолеть уровень 0.8 с учетом той политики, которая сейчас проводится австралийцам, не дадут даже хотя бы вот эти словесные интервенции. Ну и что касается криптовалют, друзья, если вы ими спекулируете, правильно делайте, потому что это крайне интересные активы, потенциал доходности в них куда выше, чем в любом другом активе, который присутствует вообще на финансовых площадках. Даже не важно, что мы разбирали, там, в Союзе, в рынок Форекс, в фондовый рынок, в рынок производных инструментов, больше, чем тот же самый биткоин либо альтернативный криптовалют, доходности показывает не один инструмент. Но здесь же также кроются серьезные риски. Мы наблюдали за ралли, который разворачивался по биткоину, вот на протяжении нескольких недель подряд. Биткоин на прошлой неделе добрался практически до сопротивления в 5000 долларов, и все уже верили в то, что это только лишь еще один перевалочный пункт, и дальше биткоин будет тестировать новые и новые, вышестоящие, собственно, ценовые сопротивления. Но на рынке появился фундаментальный негатив, который лично мне сейчас позволяет сделать уже на то, что понедельник оказался черным для всей валюты, всей крипты. Этот черный понедельник был обусловлен решением Народного банка Китая, собственно, наложить запрет на все операции ISO. Я думаю, что вы знаете, что это такое, если не знаете, это аналог IPO, то есть публичного размещения акций, когда имитируются бумаги, цены. В данном случае для рынка криптовалют это термин ISO. Соответственно, все операции, которые помогают компаниям получить дополнительный капитал в виде биткоинов, либо тех же самых эфиров, находятся вне закона, запрещены. Все эти компании, либо физические лица, которые начали уже процедуру размещения, должны немедленно прекратить этот процесс. Те компании, которые уже провели размещение, должны вернуть все средства, собственно, кредиторов. Почему Национальный банк Китая пошел на такие шаги? Ну, я допускаю и связываю это с тем, что в последнее время очень нездоровым, скажем, стал спрос на вот эти криптовалюты. И этот нездоровый спрос, опять же, отвалил участников рынка от инвестирования, от интереса, от спроса на традиционные, привычные финансовые активы, которые находятся под контролем китайского регулятора. И чтобы исправить эту ситуацию, разумеется, должны были быть осуществлены какие-то примитивные меры. В данном случае это запрет операции АИСО. Кроме того, в заявлении было сказано то, что криптовалюты, вот эти налоговые деньги, они не являются платежным средством, они не обладают такими товарными качествами, а приводят только к одному. Нарушают стабильность и целостность, и надежность подрывают национальные финансовые системы. Конечно же, неизвестно, будут ли подобные риторики, подхваченные прочими регуляторами, но лично я всегда связывал Китай с весьма прогрессивным мыслящим в этом направлении. Между прочим, Китай был всегда одним из родоначальников, опять же, тех регионов, которые очень активно выступали за легализацию, в том числе и самых популярных, собственно, криптовалют. Сейчас начато движение уже в обратную сторону. Под ударами оказались наиболее ликвидные криптовалюты, биткоин, который вот с уровня 4971 доллар свалился до 4143, получается это числе 20%. Большие потери понес эфир, потому что эфир стоит 10 раз меньше, биткоин, эфир – это самая популярная валюта, скажем так, как во всех операциях АИСО, поэтому там потери были около 25%. То, что Банк о Китае сейчас планирует закрыть около 43 площадок, через которые осуществлялись процессы АИСО, это тоже тревожный знак, потому что как раз через эти площадки за только последнее время удалось провести больше 60 таких уличных размещений и привлечь, собственно, больше 400 миллионов долларов. Негативу пока что нет предела, мы видим, как площадки пока не могут оправиться от подобных решений, мы видим то, что рынок криптовалюты находится под давлением, поэтому я, друзья, вам рекомендую пока что подержаться подальше от этих инструментов, но если уж хочется совсем поспекулировать, даже поискать уже уровни для продажи, но никак не для, скажем, откупа, который может сейчас быть весьма привлекательным, но может, опять же, обернуться очень серьезными потерями. Собственно, на этом все, из важных событий сегодня в 11.30 ждем отчет по активности в сфере услуг Англии, про отчет мы уже поговорили, в 12.10 выступление главы Резервного банка Австралии Филиппа Лоуи, и в 17.00 статистика по производственным заказам США. Поддержки для доллара, может быть, и стоит ждать, но не сейчас, когда рынок все еще смотрит, опять же, в оба глаза на Северную Корею, на встречу Совета безопасности в ИОН и на то, какие же все-таки сансы будут приняты в адрес Северной Кореи. Пока что доллар не хочет, собственно, отстоять свои позиции, позволяя это защите расти. Ну, давайте использовать это. То есть ставим на рост евро, ставим на снижение доллара, и еще, может быть, даже можно сделать акцент на то, что и золотишко может неплохо прибавить. Но это уже доп, скажем, идея, и ее просто лишь для общих сменей. Торговать золотом пока я не рекомендую. Друзья, большое всем спасибо за внимание. Не забывайте о том, что у вас есть возможность задать интересующий вас вопрос на канале, на YouTube. Обязательно подписывайтесь на него, те, кто это еще не сделал, сделайте, потому что так у вас будет возможность быть в курсе всех новых видеоматериалов, обновленного контента. Его становится все больше и больше. Мы делаем его, друзья, для вас. Поэтому с вашей стороны только, скажем, от нас вам позьба. Это поддерживать самый лучший способ. Это ваши лаки, которые оказывают очень большое мотивирующее воздействие для каждого спикера. Поэтому, если вам не трудно, ставим большие пальцы. Вы знаете, где это делать. Под моими брифингами и под прочим контентом, который касается трейдинга на финансовых рынках через брокера Амакетс. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.